Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 90 миллиардов рублей инвестиций собирается привлечь Кировскую область в 2024 году. Цифру в эфире нашей радиостанции назвала министр экономического развития региона Наталья Кряжева. Причем бюджетных средств из этой суммы только 25 миллиардов. 65 привлеченные деньги за счет инвестпроектов предприятий и организаций. Сумма – определенный рекорд для Кировской области. Раньше о привлечении таких денег речи не было, рассказала Кряжева. При этом дальнейшие планы областного правительства еще серьезнее. До 2030 года нужно увеличить объем инвестиций до 130 миллиардов рублей. На данный момент в регионе внедрено 5 элементов, которые должны работать на привлечение инвесторов. Инвест-декларация, агентство инвестразвития, свод правил, инвест-карта и инвест-кабинет. Цитирую. Это не 5 элементов, ради 5 элементов. За ними должны прийти конкретные инвесторы, заметила Кряжева. 14 миллионов выделили в Кировочепецке на ремонт объектов, построенных жителями. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказала глава Кировочепецка Елена Савина. Речь идет о проектах, реализованных в рамках работы по поддержке инициатив жителей, в том числе по ПМИ. Говорит Савина. А на это часто денег уже не хватает. Из-за этого объекты ветшают, приходят в негодность. Чтобы решить проблему, в этом году город впервые выделил из бюджета 14 миллионов рублей. На эти деньги проведут ремонт на детских и спортивных площадках, заменят сломанное оборудование. Кировчане рассказали, на что потратили первую зарплату. Результатами опроса поделились специалисты портала Headhunter. Им удалось выяснить, что половина кировчан начала работать еще до совершеннолетия. 57% всех опрошенных были довольны своей первой работой. 16% недовольны. 15% сообщили, что работа им не нравилась из-за низкого заработка. 8% назвали ее слишком тяжелой. Свою первую зарплату четверть кировчан потратили на одежду. 22% отдали родителям. Пятая часть отложила на более серьезную покупку. 12% зарабатывали на гаджеты. 9% на образование. 7% на то, чтобы оплатить съемную квартиру. 3% потратили свою первую зарплату на вторую половину. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.